Всем здравствуйте! Продолжаем разговор о полах из ОСБ или ОСП. Кому как удобно. Мне удобнее произносить ОСБ. Ну да ладно, не об этом речь. В этом ролике я расскажу как правильно сделать ровную обрешетку для ОСБ. Этим видео могут воспользоваться и те люди, которые хотят сделать полы в квартире. Только им придется вернуться в прошлый ролик и посмотреть с того места как делается разметка под обрешетку. Принцип один и тот же, только разница в том, что мы отбивали малярным штуром там по лагам, в квартире же отбивать линию надо будет по бетону. Ну и крепеж немного другой. Дальше я объясню. Да, и еще пока не забыл, я здесь не объясняю чем лучше обрабатывать лаги. Все зависит от ваших климатических условий, ну и от ваших требований. Кто-то хочет защититься от влаги, кто-то от насекомых, а кто-то от огня, а кто-то вообще от всего подряд. И от влаги, и от насекомых, и от огня. Можно сказать, я в этом деле не компетентен, потому я здесь не советчик. Максимум чем мы обрабатываем это олифой. Хотя как я говорил в первой части, главное это вентиляция. И никаких прямых контактов дерева с бетоном, кирпичом. Только через гидроизоляцию. И тогда будет все нормально. И гнить ничего не будет. Ладно, хватит отступлений. Как я уже говорил в прошлом ролике, нам здесь надо выбрать два самых ровных бруса. От которых у нас и будет создаваться плоскость пола. Ровная сторона нам нужна, которая размером 5 сантиметров. Если смотреть с этого ракурса, нам нужна эта линия ровная. Ну или эта. Почему я говорю, что нужна одна сторона? Да потому что я в своей жизни не встречал, чтобы весь брус был идеальный со всех сторон. Здесь на этом объекте из 70 метров было всего 3 палки по 3 метра более-менее ровными со всех сторон. Но их лучше оставить на стыковочные. Я их сразу отмечал, чтобы потом не искать. Так что лучше весь брус перебрать в самом начале, хотя бы на глаз. Сильно кривые отложить на перемычке и на подложке. Если на глаз вы не видите, тогда шнур вам в помощь. Чтобы было понятней, как всегда схема. Как я уже говорил, сильно кривые именно в такой проекции. Лучше отложите. Как говорится на черный день. Если бруса будет нехватка, можно конечно немного будет помучиться с ними. И их вытянуть. Но опять же, чтобы объяснить насколько он кривой. Попробую вам объяснить в моем понимании кривизну, с которой я не стал бы иметь дело. Если изгиб бруса на 3 метра будет больше 3 сантиметров. Тогда действительно придется помучиться. И если вы новичок в этом деле, я бы вам не советовал вообще бы его использовать. Только порезать на перемычке, либо на подкладке. Потому если будете покупать брус и будет возможность его перебрать, выбирайте, чтобы в этой проекции он был как можно ровнее. Вам же будет легче. Но вернемся к нашей конструкции. После того, как мы выбрали два самых ровных бруса, режем их по нужному нам размеру. И раскладываем их у противоположных стен. Какие делать допуски на наши размеры, я рассказывал в прошлом ролике. Если вы не смотрели предыдущий ролик, рекомендую посмотреть. После того, как положили крайние брусы, нам нужно выбрать стыковочные. То есть, 1.25, 2.50, 3.75, ну и так далее. Желательно, чтобы они были ровные со всех сторон. Ну или самые ровные из всех оставшихся. Вот типа такого. С этой стороны ровные. И вот с этой стороны. Промежуточные нам пойдут и с одной стороной ровной. Ну или более-менее ровной. Вот с этой стороной. Вот на схеме наши промежуточные брусы. Я очень сильно надеюсь, что я вас сейчас не запутываю. А то мне кажется, я сам уже запутался. В противном случае спрашивайте в комментариях. Далее. Отрезаем и раскладываем бруся по местам. Стыковочные и промежуточные. По своим отметкам. В конечном итоге у нас должно выглядеть так. Далее. Начинаем готовить подкладки. Чтобы ровнять пол. Для этого нарезаем брус. Отрезками примерно сантиметров по 10. Как я говорил до этого, сучки лучше обрезать и не использовать их. Так как они не дают ровно раскалывать подкладки. Мы здесь еще используем плитку ПВХ. Чтобы легче было вылавливать миллиметры. Можно использовать также линолеум. Да тот же рубероид. Но вы дальше поймете, для чего это. Но этот вариант мне понравился больше всех. Теперь буду отказываться от полов, если не будет такой плитки. Шутка. Как вы помните, в первой части мы высчитали нужную нам высоту обрешетки. Теперь мы должны выставить высоту бруса от нашей магической линии по этому размеру. Нам нужно здесь 119 сантиметров. Сначала мы должны выставить по этому размеру края брусов. Да. И еще обратите внимание. Когда вы поднимаете один край нашей палки, то второй край немного отпускается. Так сказать, эффект качелей. Вот небольшой пример. После того, как края выставили, проверяемся повторно. Тут нужна точность. Повторюсь, от этих брусов и будет зависеть ровность нашего пола. Поэтому не ленимся, проверяем края еще раз. Далее прикручиваем края. Здесь мы крутим 12 сантиметровыми саморезами по дереву. Сразу вам покажу, до какой степени бывает, что они плохо закручиваются. И даже ломаются. Вот. Вот. Так они ломаются. Мы потом брали саморезы семерку, то есть 7 сантиметров. И сначала ими прогоняли отверстия. А потом уже в те же места закручивали 12 сантиметровыми саморезами. Так пошло полегче. Но это было только на этих полах. С чем это было связано, затрудняюсь ответить. Но скорее всего были саморезы неважные. Да и брус, наверное, не сосна. Вот пример с 7 сантиметровым саморезом. А теперь небольшая информация, как мы крепим брусы в квартире. Для этого мы используем такие саморезы по бетону. Они бывают размерами от 72 миллиметров до 202 миллиметров. Если брать грубо от 7 сантиметров до 20 сантиметров. Какие использовать? Все зависит от высоты наших подкладок. Для этого мы бурим перфоратором с буром диаметром на 6 миллиметров. А длиной мы берем, чтобы сверлить по 202 саморезы. Только бурим аккуратно, чтобы не пробить насквозь перекрытие. Что, конечно, маловероятно, так как мы будем бурить сквозь брусы подкладку. Бывает, что бетон очень плотный. И тогда лучше использовать бур диаметром 6,5 миллиметров. После вставляем в дрель такую насадку. И ногой плотно прижимаем брус к полу. И закручиваем. Шляпка торчать не должна. Если заходит саморез очень плохо, тогда это отверстие сверлим еще раз. И дрелью то закручиваем, то откручиваем. Ну, типа в раскачку. Очень жаль, что на данный момент у меня нет такого видео. Но кто же знал. В будущем я покажу этот момент закручивания таких саморезов. И еще последний момент с этим креплением бруса в квартире. Может случиться, что вам не хватит длины самореза. Из-за высокого уровня пола. Вы можете прикрутить саморезом по бетону только подкладку. А уже к ней брус саморезом по дереву. Надеюсь, с этим моментом мы разобрались. Если у вас остались вопросы, задаем в комментариях. Буду отвечать. Далее, мы натягиваем шнур на противоположные концы бруса. Мы обычно используем такие саморезы. Ими удобно шнур притягивать к поверхности обрешетки. Этот эпизод с выравниванием. Я уже показывал в прошлом ролике. Там я объяснял, как можно выровнять влагу. Принцип один и тот же. Но здесь нужна особая точность. Еще раз повторюсь. Шнур накручиваем на саморез по часовой стрелке. Тогда нитка при закручивании самореза будет натягиваться. И это хорошо. На второй саморез нитку накручиваем с натяжкой. Да, кстати, это шнур капроновый и порвать его не так просто. После того, как натянули нитку, нам надо создать одинаковый зазор между шнуром и поверхностью бруса с двух сторон. Здесь мы используем рубероид толщиной 2 мм. Но также можно использовать спички. Да, наверное, масса вариантов есть. Вот теперь, когда мы уложили рубероиды, засекаем, какой получается зазор возле самого рубероида. Значит, такой зазор мы должны сделать на всех креплениях к лагам этого бруса. Чтобы было понятней, как всегда, схема. Выставляем зазор между шнуром и брусом 2 мм. Если у вас брус ровный, то зазор будет сразу какой надо. Вам останется только вложить подкладку и прикрутить к лаге. Не допускайте, чтобы после того, как вы прикрутили брус, шнур задевал его. Это самое главное правило выставления по шнуру. И не важно, делаете вы обрешетку пола, либо делаете каркас для гипсокартона, либо вообще выставляете маяки под штукатурку. Если, как говорится, выбирать из двух зол. Пусть лучший зазор будет больше между шнуром и поверхностью бруса, чем он будет задевать его. Запомните это правило. И тогда вы никогда не сделаете криво. В общем, следите за тем, чтобы шнур нигде ничего не задевал. Если же где-то задевает в центре бруса, тогда его лучше перевернуть. Можете посмотреть вторую часть видео про полы из USB, где я рассказываю, как выровнять лаги. Тот же принцип. Вот здесь я и использовал плитку ПВХ, чтобы поднять брус на миллиметр, чтобы не переделать подкладку. Местами я использовал по две, по три штуки вместе, чтобы поднять обрешетку соответственно на 2-3 миллиметра. Как я говорил, это очень удобно и экономит время. После того, как мы выставили крайние палки обрешетки, начинаем натягивать шнуры для выравнивания всех остальных брусов. Все так же закручиваем саморез и на него наматываем шнур по часовой стрелке. После идем на противоположную сторону со шнуром, чтобы там сделать такие же манипуляции. Примеряем шнур так, чтобы он не был по центру лаги, так как нам туда закручивать саморезы. Натягиваем шнур посильнее, для того, чтобы он не провисал. Вот как всегда схема расположения нашего шнура. Заметьте, как он смещен по отношению к лаге. И когда мы будем крепить брус к лаге, он нам не будет мешать. И шнур не порвется от саморезов. После того, как натянули шнур по всем лагам, нам надо дать теперь опять зазор. Здесь мы воспользовались спичками. Выбрали более-менее одинаковые спички и вставили под все наши натянутые шнуры. После, приступаем к выставлению нашей обрешетки. То есть, всех брусов. Здесь нам пришлось начать с центра. Для того, чтобы сделать нашу одну половину комнаты и снять шнур. Для того, чтобы не споткнулись об него. Так как здесь живут пожилые люди. А делать, конечно, удобнее все по порядку. Да, и еще. Перед тем, как начать выставлять брусы, посмотрите внимательно. Чтобы шнур нигде ничего не задевал. Здесь мы даже брусья положили на бок. Чтобы исключить такую вероятность. Как-то было такое, что мы немного прозевали шнур. И потом пришлось всю работу повторно делать. Только еще и с демонтажом. Так что будем внимательны. Далее. Выставляем, как всегда, в первую очередь, края. Оставляем зазор между шнуром и брусом в толщину наших вложенных спичек. Еще раз повторюсь. Не допускаем, чтобы шнур задевал наши палки. А то можно уйти от размеров и не заметить. Да. И прежде чем прикрутить брус, проверьте, стоит ли он по отметкам. Особенно это касается стыковочного. Если брус кривой, выставляем края по меткам. И по шнуру. Вот схема. Ставим края по меткам. Выставляем зазор от шнура. После крепим края. Приступаем к центру. Выставляем сначала высоту. После того, как выставили высоту, можно начать выдавливать брус на метку. Чаще всего хватает силы руки. Но если сделать руками сложно, тогда можно сделать это распоркой. В качестве распорки можно использовать кусок такого же бруса. И забить его молотком. Либо вообще воспользоваться домкратом. Да как вам удобней. Так поступаем со всеми отметками. Ну, после того, как прикрутили края. Приступаем к центру. Делаем так же все по той же схеме. Так же все зазоры со спичку. Ну, в общем, все по той же схеме. Выставляем таким образом все палки нашей обрешетки. Да, и еще следим, чтобы они не касались стен. После того, как мы выставили все брусы, можно и прибраться. Желательно все, что мы нарубали, ну, типа щепок, убрать. Чтобы они не лежали на земле, не гнили. Меньше шансу появиться грибку. Да и запах апрелого не будет. Прежде чем начать зашивать ОСБ, мы обычно пробегаемся по всем тумбам. И тихонечко дергаем за рубероид. Так как брусы у нас не сильно ровные, бывает, что поднимает влагу. И потом, когда будете наступать на это место, она будет хлябать. То есть ходить туда-сюда. Да и вообще полезно пробежаться. Бывает, что и инструмент находится. И как видите, мы не прикрутили одну подкладку. Дальше мы отмечаем расположение влаг на стене. Чтобы потом, когда их накроем листом ОСБ, не искать их и не вымерять рулеткой. Особенно это касается промежуточных. После всех этих мероприятий, можно заносить и сами листы ОСБ. На этом этапе работ, я и закончу этот ролик. В заключительном, в следующем ролике про ОСБ на лагах, я вам расскажу, как делать перемычки. Как можно утеплить ОСБ. Какими саморезами лучше крепить ОСБ. И через какое лучшее расстояние. Думаю, после просмотра заключительного ролика, если вы захотите, то тогда сможете самостоятельно сделать такие же полы. Не пропустите, подписывайтесь на наш канал. Так как наш канал начинает только развиваться, вы можете нас потерять в просторах Ютуба. Чего бы нам очень не хотелось бы. Нажимайте на колокольчик, и вам придет уведомление о наших новых видео. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.